мы сделал мне уже тут подготовлена такой твистерочек в таком красивом сочном ярком цвете пиво вот видите все как сказал нашли место где более-менее участок чистой травы чтобы можно было провести поста у него такой суспендер гради газ есть о класс вот эта рыба в паузу да и все как сказать все как положен добралась воблер добирает хорошо жесткая мадам а догнала я перетяну через траву она через траву перескочила и и догнала красота погнали за щелканом друзья всем привет сегодня у нас очередная рыбалка будем говорить о ваших любимых не зацепляющихся вариантов мы на эту тему давно говорили что будем обсуждать эти моменты тонкости подмечать сегодня мы находимся пригород города краснодара шапшукска водохранилища можно сказать такой краснодарский своеобразный стритфишинг сегодня мы в гостях у егеря или гида антон он занимается профессионально гайдингом показывает нам секретные места но мы в свою очередь конечно же под эти места будем подбирать приманки снасти будем вам рассказывать подмечать так что меня по прежнему зовут алексей вошков и мы начинаем так друзья смотрите какой мне тут букет да красивым мечтали рыболова мультипликационные катушки мультипликаторы много вопросов у нас были видео где мы на эту тему говорили обсуждали все моменты сегодня будем на практике разбирать разные по мощности разные построю удилища разные шнуры и катушки и пожалуй на этом моменте мы сегодня должен будем деть кое-какие акценты приманки крючки все очень важно вообще любая хорошая рыбалка она складывается из каких-то мелочей самое главное у нас состоялось мы в хорошем месте где есть рыба где есть знающий опытный гид который нас привел с хорошее место наша задача просто качественно подобрать снасти к нужному месту что мы сейчас и сделаем смотрим друзья подобных участков вообще много во всех регионах россии я много где был и везде есть мелководие везде есть водная растительность практически везде за редким исключением если это не какие-то там песчаные отмели так далее здесь у нас как видите очень плотно заросший водоем так называемый водяной орех глубина буквально сантиметров 40-50 не думаю что больше будут превышать и ловить конечно будем приманки которые так называемые вездеходы проходят не цепляются но начнем начнем конечно же посмотрим по активности рыбы я начну на на пока час освещение не очень ярко начну вот с такой яркого варианта освещение тусклая чем поярче рыбки хочется предложить вкусненькая яркая вкусненькая тем более у нас резина футси она съедобная считается оснастила немножко большого от крючок кто-то скажет но зато как видите огрузки нету соответственно чтобы придать инерцию приманки мы за счет более тяжелого крючка чуть дальше комфортнее будет делать заброс и больший крючок позволяет увеличить кпд при поклевках так чтобы смотреть если будут какие-то окошки чистой травы в них конечно будем уже пытаться работать какими-то заброс достаточно комфортный а уже там кто-то клюет у меня пока этот тормоза настраиваем вообще мультипликаторах конечно очень важно настроить тормоза это не без инерционная катушка сейчас очень важно настройки мне тут стоит а четверка да давайте троечку поставим как отстраивать катушку нас есть видео поэтому о о и полетела сразу значительно дальше вот опа пошла 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 и пришла и вот она первая первая маленькая но красивая на праздник нам пришла и много-много радостей принесла касается первая небольшая щучка обратите внимание просек хорошо вообще без всяких вопросов первая поклёвка в приманку и сразу результат такая маленькая щучка ну что говорится с почином нас это к слову о крючках ребята видим очень большое значение имеет хороший крючок крючки у нас очень хороший проверенный временем водоемами то есть я собираю оснастку на большой пружинке эти пружинка стоит в начале которая позволяет не разбиваться вот этой части за часы вот эта часть носовая насильно быстро разбивается пружинка позволяет не засекать не разбиваться и в любом случае она слетает то есть не мешает приманки свободно скрыть ой отлично полотенчик эти что сказано сервис лодки тряпку забыли а тут у товарищ все есть вот это вот оснастка позволяет увеличить крючок что в свое время позволяет увеличить кпд больше крючок выше кпд вот ведь ребята в приманке есть такой специальный паз хорошо в нем прятать то есть он легко будет пробиваться и соответственно нашу свет на крючочек вот в этом пазу прячется что позволяет проходить не цепляя водоросли так продолжаем красиво все же глаза разбегать и туда хочется и туда и сюда везде хочется забросить у сразу нападение ничего себе только забросил и сразу приманка там вот это да вот это да это к слову кпд крючках да то есть вот да не бойтесь когда крючок чуть чуть больше будет да он может смотрится не очень красиво но особенно кто ловит в траве знает что такие маленькие щучки у них очень часто низкая кпд поклевок они очень часто не мама то есть нет хорошей реализации поклевки есть не от реализации а это смотрите две поклевки и реализован это вообще-то купала приманка еще катушку не успел дужку закрыть уже голодные щуки антонна с ними договорился так девочки надо срочно-срочно поклевать едут гости надо поклевать хорошо отдай в общем красота как кто-то это меряет спасибо эти родненькая спасибо дорогая за эмоции и вот видите вот она приманка улетела у нас аж выше поводка и практически не травмируется мы спокойно возвращаем на место и все и дальше продолжаем ловить ну что начало неплохое буквально там с пяти забросов уже пару рыб это приятно пускай размер не самый выдающийся но но все у нас получается все работает опа ну 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 промазала что хочу без удара вот чем нравится ловля с поверхности вот таких мелководьях то есть когда ты допустил ложь где-то в толще воды ты не видишь как выходит рыба как она атакует сейчас я видел как вышла щука прям и упасла пошла стрелка и прям стрелка в направлении приманки ну такая достаточно энергичная с короткой а удара не последовало то есть она просто ну промазала банально сейчас друзья просто произошел интересный момент о котором я часто говорю в сюжете в плане подсечки особенно приманки мы на эту тему как-то говорили уже когда подсекать либо когда-то увидел всплеск сейчас увидел всплеск но и не подсек и буквально через секунду другую был удар то есть что-то получилось она промазала пошла по инерции проскочил мимо приманки промазала развернулась догнала еще раз ударила вот кстати не будем сейчас искушать судьбу и попробуем ее красиво добрать на поверхностную приманку некоторые подсекают на всплеск то есть всплеск подсекают вот допустим тот же анатолий холдов мой друг товарищ он подсекает на всплеск и очень часто он просто багрит рыбу в районе головы не важно реализация есть а бывает что не получается я сторонник второй теории что лучше вот так вот красиво сейчас кинем попробуем добрать на поверхностную приманочку доберется не доберется она рама закела промахнулся бывает сейчас попробуем еще раз ей дать приманочку но это уже другая щука этого по инерции суда прошла это уже другая щучка вот в такие моменты очень интересная такая задача ну-ка попробуй решить что и надо не ну узнаю что силиконов приманки и нравится в горизонте вот это планирование приманки в горизонте и нравится на в паузу подбирает активно выходит надо еще сказать что водоем запрессован конечно потому все таки это городской водоем а город у нас далеко за миллионы желающих половить как видите на воде много и щука наверно как как любой хороший рыболов тут разбирается в приманках уже не хуже нас с вами и начинает капризничать это приманка не этого года не новинка я есть не буду такая знаете как девочка капризно такая хочу что-то свеженькая такое еще не ел такое не одевала как все женщины вас понимаете ладно тогда бум по отработанной схеме старый добрый футе и вперед ах ты ведь об приманку силиконов сразу и тут как-то она поверхностно не хочет ударила в поводок прям видно кстати друзья по поводу поводков очень много моментов но все-таки в таких условиях как здесь очень сложных тяжелых конечно самое оптимальное это использование классической струны или стального поводка на скрутках потому он как нельзя лучше проходит можно на титане собирать подобные поводки но есть определенные моменты я думаю если вам интересно как взять поводок из титана чтобы здесь качественно водить таких условиях а не цеплять я думаю мы можем продемонстрировать если кому интересно ставьте плюсики а вот она промазала вот акела промахнулся как ты вообще питается в упор мажешь еще вот интересно замечание антон нам сказал что здесь рыба часто даже по цветам большие предпочтения пред дает и показал нам яркую приманку силиконовым у нас кстати такая сразу была заряжена по наш погода пасмурно 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 очень часто может вы могут выручать яркие контрастные приманки но опять же все от водоема зависит подбирать надо приманка целая наша или отъела а вот она круто нос вот видите объела хвост видите какая некрасивая девочка а ну-ка давай буш плевать как он заиграл красиво без хвоста но ничего друзья хочу сказать что приманки вот подобное этой пути когда отрывается хвостик она становится как слаг и она играет как слаг я даже вам сейчас просто уверен что сейчас а поймаем то есть хвост он немножко стабилизирует приманку не дает и вот такого риска не делать а когда отрывается хвостик приманка от нас была новая просто живого места на нету вот она вся погрызла вся и просто истрепала все и даже при всем при этом приманка приобрела новую игру и стала более интересную как она по-другому играет не всегда это допустим нравится рыбил тут стоит щучка будут брать если посмотрите он такой играет прям очень красиво если видно как приманка красиво играет ой 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 как красиво вот так вот она вот так красиво играть и сейчас на нее половим таковым образом прям под нами стоит очень хорошая рыбка такая явно за кило но относительно хорошая сегодняшнего утра вот он вот она промазала промазала а теперь не промазала но малышка а приятно этих наш слаг я же говорю он будет отлично работать фантастически красиво у нее игра иногда вот этот безумная пляска у слага по-другому не назовешь эту проводку она прям очень очень нравится рыбки и я уверен что еще на него можем ловить до тех пор пока он совсем не кончится красота и опять же сделал паузу выждал увидел выход рыбу пауза я надоело красиво так друзья что-то самые проводки смотрите первый момент который всегда рекомендую водоросли как видите водяной орех он такой вьется чуть-чуть выходит до поверхности его длина выше чем глубина то есть получается вот сейчас дует ветер и он такой как расчесывает как волосы в определенном направлении это орех вытягивает поэтому ловите себя рекомендую вниз так сказать по ветру здесь течение нет на водоеме а еще идеальный против ветра ну против ветра не комфортно там все солнце в глаза светит а вот кидать вдоль как раз приманка лучше будут проходить по водорослям которые вдоль они поперек то есть вот эти лианы поперек я не перетаскиваю и соответственно сегодня погода тихом заброс такой средней дальности даем приманки немножко заткнуть и такими рывками и вверх то есть и делать такие рывки прием слаг там играет и начинает тонуть и вот в момент когда он начинает тонуть в паузу на опускающейся приманку вот как раз рыба получится вы реагирует затаскиваем в окошко в очередной приманка там падает два рывочка вверх тишина пауза перетаскиваем другое окошко и так далее прям по вот этим окошком а все таки чек позволяет качественно все это протягивать не цепляется ни за что попробуем туда где где хвост отъела кстати друзья про хвост откушенный у меня был такой момент рассказывали нет было это где-то 98 год по мы только появились силиконовые приманки я студент купил две приманки силиконовые релакс по моему власть не ошибаюсь 1 только появились у нас начали завозить на высоком случае я увидел приезжаю на рыбалку к отцу поклевка достаю а хвоста нету представляете мне разочарование я чуть не плакал мне прям слезы у меня всего лишь их 2 было этом столько денег за них отдал буквально у меня точно такой же есть я чуть ли не со слезами на глазах ставлю снимаю этот виброхвост ставлю другой новый кидая через заброс ловлю щуку достаю тяну с надеждой открываю рот у него во рту лежит мой хвост от первого виброхвоста я взмолился аж плакал наверно отчасти потом ее зажигалкой припаял и ловил он дальше я отловил потом все лето этими виброхвостом на нем живого места не был был пойми перепаянный заклеены как угодно но ловил очень он много и хорошо так что никогда не сдаем ах ты хорошая поклевка хорошая поклевка то есть распал атаковала мимо второй раз мимо кстати в таких моментах друзья есть смысл поменять наш супер модный слаг недавно созданной щукой непосредственно с его участием очень есть есть смысл часто сменить допустим тип приманки приманки цвет что сейчас мы сделал мне уже тут подготовлена такой вести ручек в таком красивом сочном ярком цвете пиво он не чуть подгружен в отличие от того виброхвоста и проводку не будут равномерно и такая небольшая пуля кстати бегать просто на поводок и и загоняю и вот она бегает вот образом вот видите все как сказал сменить приманочку надо и ей все понравится еще одного вида побежал еще одна вот вам и смена приманки такую можно взять палка позволяет мощность можно взять и так мелочь а приятно бойко и азартно это нам нравится попробуем косанку сразу реакция рыбы представляешь наколебла а так сразу вот так вот так о как палка отрабатывает классно именно поэтому друзья мощные палки мощные шнуры мощные катушки мультипликаторы вот такая красоточка сегодня все как то их мерить классика просто колеблющаяся блесна ничего не меняется на протяжении многих лет пошла 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 не ребята такое бывает когда знаете по приманкам есть предпочтение вот сейчас был выход рыбы думаю сейчас доверем поппером с поверхности в итоге она вообще убежала такое бывает что какие-то приманки прям просто ну не к месту вот вот прям рыба их боится даже не то что сейчас был выход рыбы и приманка мы даже спугнули и но ничего значит надо подбирать по приманкам будем подбирать друзья смотрите какой момент рыба выключилась совсем ну печально вот мы даже волшебного чая попили а ну все равно активности нет прямо отведешь приманку рыба убегает нашли место где более-менее участок чистой травы чтобы можно было провести поставим его такой суспендер гради газ такой можно сказать что это тестовый вариант ссср заглубление вот такой есть покусанный боевой как правило он всегда не рыбу приносил сейчас попробуем поймать несговорчивую щуку потому как она очень не хочет ведь даже поклевки вот просто идет подача приманки почувствую штук тычок и все либо общий щука от приманки убегать до стороны вот попробуем воплер воблер как правило таких ситуациях выручает большая пауза игра на месте подвисающий воблер от суспендер с нейтральной плавучи в этом плане конечно он очень хорош по пассивной рыбе ну посмотрим на результат есть о класс вот эта рыба класс вот эта рыбкой приятная поклевочка в паузу да и все как сказать все как положен давай вот так молодец давай 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 ото ставим оценки за прыжки ну очень пассивная рыбка выключилась вот приходится таким вот образом уже поставил суспендер если кто-то говорит что повредил щуку и нам забирает то что она повреждена все это ребята глупости поверьте мы видели такие повреждения не жили у ее но даже как взяла захочешь так не возьмешь спасибо тебе говорим где-то там где-то там вот активность рыбы даже не уходит опустил их траву и стоит ах ты его поклевка чё такая мимо добралась добралась она мимо потому что она малышка потому что она малышка вот и воблер заговорил заговорит так родненько сейчас себя отпускаем все ясно вот просто подщипнула приманка щипнула ну когда я странник все что щипнула все считается на данный момент приманка подобрана буквально с нескольких забросов две рыбы и несколько выходов я уверен что если подобное можно было провести воблер вот так в траве результат был бы даже еще лучше но к сожалению здесь мы так провести не можем и буквально суспендер идет 2 сантиметров 20 поверхности воды подвисает этого уже достаточно небольшое подвисание пауза чтобы она уже эффективен чтобы мы эффективнее уже ловили то есть в очередной раз убеждаюсь и всем говорю нужно иметь вот большой ассортимент вот она калев начал клюв ухудшаться вроде поставили колеблющийся блесну что-то вроде подловили она вроде как-то активе думали что вот она решение нет ну она маленькая причем как бы это одни другая была щука дать это не показал что так как так как промазала сторону ушла это покрупнее было мелочь успела опередить то есть видите как воблерок зашел зашел щуки аж на перегонки начинает за ним гоняться то это том что приманка подобрана идеально выход выход а есть класс все по классике под самую стеночку трав под урез меленькая до меленькая но зато приятная такая же бронзовая какая-то сейчас сейчас тихо тихо давай спрыгивать спрыгивать хоть сейчас поможем наш герой наши щучки мелкий а приятно добралась добралась вот он ребятки воблер воблер добирает хорошо пауза подарила нам массу эмоций быть я за это благодарна ухо крючки какие тут лютые попробую достань вот просто вот сколько уже рыбы и лоим и лоим и лоим это это том что четко падут подобрана приманка там мне кажется и активность рыбки может быть чуть чуть активнее стало и в любом случае идет привязка береговому рельефу и травяному рельефу данном случае у нас есть травяной рельеф из-под него поймали красота смотрите друзья залу ветерок и очень часто когда ветер начинает дуть начинается волнение на поверхности появляются такие знаете шум и так сказать вода шумит создает такой вибрационные какие-то моменты которого щука чувствует боковой линии очень часто выручать начинает приманки которые имеют какую-то вибрацию тоже вертушкой ну так как здесь глубинами сами вообще до поверхности смотрите какой интересный вариант вращающаяся блесна убрал тройник поставил твистер на всетники через заводное кольцо и очень и почему в этом месте именно ее решил поставить ну по сказал погода изменилась здесь нету ничатых водорослей которые на вертушку от накручиваются и вот тут забивают вот это все зеленью забивается и лепесток не не имеет возможности вращаться здесь такой растительности нет тем более осень как правило она уже чуть оседает соответственно здесь очень комфортно будет и ловить и зачастую это вот вибрация щуки очень нравится жесткая мадам а догнала я такого еще не видит сегодня вот это да догнала бежал обижалась я перетяну через траву она через траву перескочила и догнала так рада это только твистер мне не покусай я все понимаю но твистер не нужен целиком вращающаяся блесна я просто снял тройник через заводное кольцо овседный крючок и твистер и такой вот вездеход получился видите перетянуть через кусты травы и щука перескочила этот куст травы догнала и съела наша приманка красотка давай 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 вижу 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 уже хочешь хочешь побежать давай 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 и залезла в травку ты дых ты дых мелкая щучка даже не подсекает прям чувствую что то она она или окунь догоняет еще раз бьет такие мелкие щучки опасно то они хвосты откусывают еще что-то вот она стоит вот она вышла вот и даже видно ух ты вот это удар есть догнала взяла класс вот это класс удар догнала еще раз зала вот такие рыбки и таких рыбок я люблю просто равномерно проводка и все нормально работает давай тихо 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 спокойно все свои сейчас быстро отпустим тебе и все и пойдешь очередная очередная рыбка такая красотка спасибо очень ребята эффективно вот эта оснастка получается в плане поиска рыбы если водная растительность позволяет очень очень эффективно работает и там еще одна была они двоем прибежали за приманкой в очередь выстраиваются за приманкой выстроились в очередь да и вот еще одна побежала лето наш отпущенная класс нон-стоп но это уже поприятнее такая уже покрупнее поклевка была прям такая бум 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 красота красотка да и вот наша приманка на цепь нырнула на в траву пыталась нырнуть виде и сразу нацепляла водоросли сейчас поправим нашу отпускаем щучку время спасибо довольно спасибо родник вот так вот вот так возмущенно так возьмусь возмущенно возмущена она точнее что как так я тут главное на районе девочка со мной так небрежно так обязательно не ленимся чистить приманку особенно вот от места коромысла вот это место особенно где лепесток вращается не ленимся чистить иначе эффект от приманки будут пропадать как интересно сегодня я просто ловлю и я понимаю что сперва вроде была активность половили на силикон на мягкий пластик да потом вообще стало хуже 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 вообще выключить потом воблер начал воблером что-то подобрали поменялась погода раздулся ветер и вот у рыбы появилась активность самое главное туда куда я кидаю там просто вот такой непролазный бурьян антон у нас отличился колебалочка до нашей южанка называется это считается чуть ли не классика нашей южной ловли колеблющиеся блесны легкие облегченные с тонкого металла такие цветные яркие сочные горячие как карнавал южный бразильский вот так вот видите как любя проводка стараюсь делать удилищем вверх проводку осуществлять потому что иногда даю паузу лепесток залипает начинает медленно вращаться и вообще останавливаться но при этом приманка служит как грузиком и твистер тонет приманка тонет за вертушкой вниз а твистер продолжает играть даже на самой медленной проводки вот в этом плане конечно я люблю вот этот широколопастной твистер пила он очень классный вообще вращающаяся блесна при всей своей простоте она очень сложная вот на самом деле вот казалось бы забросил и просто тяни но есть столько моментов и я думаю что наверно вот есть смысл как-нибудь остановиться подробно на вращающихся блеснах что есть много их видов размеров лепестка соответственно и под разные условия ловли и на течении без а есть хорошая тахо приятная рыбка вот так вот приятные рыбки да вот такие вот приятные сейчас буду брать это будешь в руках прыгать давай это лучше в воде это будешь делать вот или может прыгнуть мы в принципе не обидимся о все вот на этом спасибо то стесняется все свои пришла показалось из по и пошла дальше все твистер был новый ничего тип не осталось вообще уже еле держится да 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 не бита не крашен продам твистер новый вид не крашен без пробега по шапшуги просто такой бы папирочек еще поставить мелочевка лупит а лупит взяла да и там еще одна стояла вот лауда сработал такой красный такой щенек а вот она сигару взяла какой-то в рот и красный огонек горит такой пятачок до из-под травки там и много еще одна убежала рыбка чуть-чуть активизировалась и уже можно половить на поверхностный приманк то есть она стала выходить на поверхность такая вот красотка и лауда интересный поппер он шумящий шумовой можно проводить его классической оперной проводка можно деликатным таким бульком а можно елочкой а есть компакт вот так вот талант да ладно талант это несерьезно так это срочно вырежете из кадра мы это не видели родненько я понимаю что штука классная шумит булькотит не зря он лаудер называется да ну куда ж ты на него такая масенькая хотя в принципе если брать кормовой объект в примерно какой наезд то ее есть основной размер объекта питания и вот сейчас активность именно вот раздувается ветер сильнее сильнее был вообще штиль и сейчас ветер раздувается и вот эта погода становится именно такая громкая когда много всяких помехов помех всякие шумы воды вот сейчас как раз такие шумные приманки как правило и становятся активны даже вращающийся близ нас твистером и такая шумная приманка как попер то есть пила уда это вот активность под эти приманки как раз их время очень красиво мы выставились у нас с одной стороны такой урез травы то есть подъем травы мы как раз туда и под траву кидаем чуть косиной к ветру и впереди такие пятна травы тоже перспективное место соответственно хорошо облавливаем очень комфортно стоим вот так вот так вот и сразу вот ребята за что люблю мульту вторая космическая не даем уйти в траву и быстро доставили к местам не но однозначно такое ощущение когда она что-то там прикурила какой-то сигарку она такая светится как в ночи да приятно не вообще всегда поверхностной приманки это всегда зрелищно всегда приятно так ну что-то лаудер отдашь нам рыбку отдай нам и она сказала больше так не будете вести они естественно как-то малыши но но ребята зато их много и это приятно конечно иногда хочется трофей но когда вот ты ловишь на мелководье одно удовольствие ловить такую некрупную щуку тому такое пятно травы прям под него кидая из-под него ловлю так друзья смотрите очень интересно сегодня была рыбалка делаю анализ вообще всегда вам рекомендую анализировать рыбалку для себя отмечать какие-то моменты и на на будущее быть как бы более готовым каким-то моментом то есть основных сегодня комплектом не оказалось 3 удилища была 4 но это рассчитывал что если будут окунь легкого удилища до 14 грамм психоган и 50 размере мультипликатор не пригодился потому что не было окуня такого как здесь бывает он поклевывает окунь красноперка вот интересно с утра был штиль активность была такая средняя я бы сказал бы и соответственно был отдан приоритет силиконовым приманкам то есть и первый комплект у меня которым я ловил это был у меня fair длиной семерка вот это у нас 213 с тестом до 35 грамм кто-то скажет ну ты чё алексей ну вот-вот-вот-вот приманка вот и он идет от 7 до 35 почему именно в таком тесте такая мощность очень мощный шнур мощная катушка и мощное удилище именно вот соседным крючком порой нужно просечь рыбу и как правило ловим таких в злых местах где есть трава какая-то здесь особенно водяной орех если обратили внимание если рыба под него ныряет то водяной орех он соединен такими как как нитями очень достаточно прочными и сорвать их очень тяжело поэтому нужен и очень хороший офсетный крючок мощный с хорошей заточкой такой как у меня эта серия 5511 у него очень высокая кпд покрыть тефлоном очень хорошо держит заточку в принципе он на всех не зацепляем не цепляющихся приманках я ставлю приманка сегодня с утра хорошо работала функции в таком ярком цвете таком лимонном хорошая приманка ведь у нее тут и пас такой есть то есть посмотреть приманка вообще проходит четко но и в то же время легко оголяется кстати с этой спиралькой которая в голову вкручиваться приманка дольше живет позволяет увеличить больше размер крючка и тем самым лечь и увеличивается кпд очень эффективно то есть поводок сантиметров где-то здесь у меня струна 30 сантиметров короче не рекомендую ставить могут быть встречные атаки и вот такая приманка очень хорошо поработала если посмотреть утренняя приманка на которой я работал то она вот она меня просто вся убитая уже и кстати на нее тоже клевала вот на него как слаг тоже было было поклевки и была реализация поймал рыбу второе удилище которым я ловил это также мультипликаторная мультипликатором исполнений ганчо с тестом также длина семерка 213 с тестом до 25 грамм очень хороший такой мощный универсал очень реально точно заявлен тест у него достаточно мощная такая палка не кстати никогда не путайте мощность и тест вот здесь я прям для щуки я думаю в этом удилище идеальное сочетание мощности и теста несмотря на то что нет относительно небольшая комильная часть допустим визуально может кажется но само по себе удилище достаточно мощное и на подсечку хорошо на уваживание на заброс шнур здесь также стоит а кстати на этой катушке шнур стоит четырех жильный pantone 21 экстрема 2 п и и здесь тоже самое стоит четырех жильный 2 п и приманка которая сегодня также очень хорошо стрельнула переделана приманка очень хороший поисковик всегда рекомендую я обычно когда есть возможность него начинаю поиск рыбы достаточно быстро ищет активную рыбу средней и высокой активности рыбу находит можно провести как в горизонте так и под самой поверхностью как сейчас вращающаяся блесна добавлено через кольцо заводное добавлен также на крючке 55 11 твистер пила в таком оранжевом цвете вот чем хорошего цвет еще этот оранжевый понятно что нравится рыбий яркий раздражитель но зачастую когда мы ловим издалека мы видим из сила с поверхности всю дистанцию проводки приманки мы видим что она идет где идет примерно на каком расстоянии очень хороший визуальный контроль за приманкой катушка здесь стоит банокс шнур 2 пм ну и третий комплект который использую это удилище психоган удилища для души как я его называю с тестом 724 длина его 7 и 3 длина 220 удилища очень интересно я его использую как правило в такой деликатной ловли когда нужно прям деликатно подать воблер или вот как сегодня поппер так деликатно подавал здесь так также стоит мультипликатор на катушка стоит шнур new and braid 2 п.е. и соответственно у нее очень хороший выбор от него мне очень нравится для деликатной ловли очень очень подходит такое прям удилище наверно самым лучшим балансом который сказал она прям деликатная деликатная то есть вот такие в целом три комплекта и всегда рекомендую с собой возить один такой heavy мощный комплект один такой который четко соответствует тесту один более деликатный как вот сегодня понадобилось ловли деликатной сегодня кстати все три комплекта пригодились и ловля была интересна с утра я рыбка был штиль погода очень тихая рыбка была средней активности то есть она достаточно проявляла активность то такая активность была средняя даже может чуть ниже в какой-то момент рыба просто замолчала была тишина мы ее потихоньку потихоньку начали раскачивать как раз приведет деликатного удилища начал на воблер подлавливать рыбку то есть именно тонкая деликатная ловля воблер суспендер с минимальным заглублением под поверхностное подвисание у нее идет и это рыбе вот как раз на тот момент пригодилось потом это рыбе как раз на тот момент очень понравилось потом пошла такая вспышка активность у рыбы пошел выход соответственно я хорошо половила и на вращающуюся блесну с подсадкой твистера и потом уже в конце и даже попер отлично лаутер работал что он такой очень шумовой и работа хорошо работает по активной рыбе то есть такая цепочка активность была низкая потом выше 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 резко пик выход и потом баху час от рыба вообще просто как говорится закрыла рот и практически полностью перестала брать несмотря на то что будет ветерок осень казалось вам должна быть активно более длительный период времени рыбка перестала оттенчать хотя еще по иде слышны всплески но она практически не реагирует на приманки а утром интересно наоборот не было всплесков но она реагировала на приманки вот так друзья была интересна сегодня такая рыбалка мы говорим спасибо нашему егерю вот а мы говорим до встречи пока пока а